Тойота готовится снять с производства среднеразмерный седан Mark X. Модель ведет свою историю с 1968 года. С тех пор выпущено 11 поколений. Поначалу седан был известен как Mark II. В 2004 году вышел первый Mark X, а нынешняя генерация выпускается с 2009 года. Официально Mark экспортировался только в Китай. Но в России поддержанные праворульные машины широко распространены. Особенно на Дальнем Востоке. Однако в Японии продажи седанов D-класса снизились настолько, что Тойота решила не разрабатывать наследника, а просто исключить модель из гаммы. На прощание Mark X выпустят в модификации Final Edition с базовым для седана атмосферником 2.5 мощностью 203 л.с., задним приводом, шестиступенчатым автоматом и двухцветной отделкой интерьера. И еще одна знаковая модель уходит в историю. В августе в Японии начнут продажи 700 экземпляров внедорожника Mitsubishi Pajero в финальном исполнении с турбодизелем 3.2 и автоматом. В довесок покупателям подарят наручные часы Citizen с логотипом Mitsubishi. Напомним, что нынешний Pajero четвертого поколения выпускается с 2006 года, хотя фактически представляет собой не слишком глубокую модернизацию еще более старой машины 1999 года. Некоторое время Pajero продолжат поставлять на экспорт. Например, в России сертификат одобрения типа действует до декабря нынешнего года, но продлевать его вряд ли будут. Внедорожный микроавтобус УАЗа отныне не только официально называется «Буханкой», но и получил семиместную версию «Трофи», которую с 1 мая предлагают российские дилеры. Цена? Рекордные для «Буханки» 830 тысяч рублей. Для сравнения, обычная грузопассажирская версия комби стоит 700 тысяч. Прошлым летом на смену флагманской модели Aston Martin Vankish пришел новый суперкар DBS SuperLegera, у которого теперь есть и открытая версия с приставкой Volante. В техническом плане машина повторяет купе. Пространственная рама из алюминия, внешние панели кузова из углепластика, задний привод, восьмиступенчатый автомат и битурбомотор V12 5.2, который развивает 725 л.с. и 900 ньютон-метров крутящего момента. Кабриолет весит без центнера 2 тонны. Дополнительные 200 кг удлинили паспортный разгон до сотни, до 3,6 секунды. Зато максимальная скорость Volante осталась такой же, как и у купе – 340 км в час. А значит, британцы построили самую быструю в своей истории открытую модель. Американский офис Volkswagen представил концепт Atlas Base Camp, созданный для экстремальных вылазок на природу. Например, автомобиль отлично подойдет для маунтинбайкеров. Семиместный кроссовер оборудовали лифт комплектом подвески, 17-дюймовыми внедорожными покрышками, внешним багажником с креплениями для велосипедов и дополнительным блоком светодиодного освещения. Приятным бонусом к автомобилю идет экспедиционный трейлер, в котором можно найти кровать, солнцезащитный тент, небольшую кухню, резервуар для воды, баллон с пропаном, переносной туалет и душ. Облик концепта разработал калифорнийский дизайн-центр Volkswagen. В основу новинки лег кроссовер Atlas. В России эта модель известна как Terramont. В движение машина приводится стандартным двигателем VR636, который развивает 279 лошадиных сил. Он трудится совместно с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода 4Motion. Автомобильные дилеры займут не менее половины вторичного рынка. Именно такое будущее напророчили эксперты на форуме «Юсткарс», посвященном поддержанным автомобилям. Организатором мероприятия выступило агентство «Автостад». В прошлом году в России продано 5 миллионов 425 тысяч поддержанных машин, а это почти втрое больше, чем новых. Неудивительно, что дилеры активно интересуются вторичным рынком. Автодилеры потихонечку, всерьез занялись рынком с пробегом. И не за горами, думаю, что несколько лет, когда к минимуму половина автомобилей будет продаваться через официальных дилеров. На сегодняшний день около 80% поддержанных автомобилей продаются из рук в руки. Представители дилерского сообщества видят в сложившейся ситуации огромный потенциал. Они видят большую возможность наращивания своей доли. На сегодняшний момент это где-то в районе 12%. Хотят выйти на уровень 30% к 2022 году. По мнению экспертов, посредничество дилеров избавит автомобилистов от множества проблем. Сейчас же такие сделки таят в себе множество рисков. Мы не можем даже сказать и предположить, какое количество автомобилей ездит на наших дорогах со скрученным пробегом. Также отсутствует история автомобиля. Мы не знаем, где он отслуживался, какие ремонты у него когда были. Взять вторичный рынок под свое крыло дилерам мешает несколько законодательных ограничений. Например, двойное налогообложение при продаже автомобилей юридическим лицам. Поэтому дилерское сообщество надеется, что законы изменятся уже в этом году. На автодроме Нижегородское кольцо новый сезон работы начала Академия СМП Рейсинг, где юные спортсмены могут обучаться уже с пяти лет. Уже сейчас в Академию зачислено 10 пилотов, а всего желающих более 60. Есть и представительницы прекрасного пола. Мне как бы не шел балет, не танцы. Мне хотелось что-нибудь экстремального. Программа обучения рассчитана на то, чтобы пошагово довести одаренных спортсменов до больших призов. Есть в профессиональном картинге несколько классов. Первый класс – это класса микро. Там 6-8 лет. Это вот как раз старт. И потом последующие классы – супер-мини, мини, окей-джуниор. И потом ребята попадают в F4, в нашу российскую. И потом дальше смотрим либо F3, либо дальше – Renault 2.0. В день открытия сезона юные спортсмены провели тестовую гонку, итоги которой индивидуально разбирались с профессиональными пилотами СМП Рейсинг. Чтобы начать побеждать, мало того, чтобы просто рулить и нажимать на газ и тормоз. Нужно понимать давление в шинах, разбираться в жесткости рамы, настраивать мотор. И этим уже молодые дарования знают, как пользоваться. Академия СМП Рейсинг работает на Нижегородском кольце уже два года. И ее сильнейших пилотов уже можно увидеть в чемпионате России по картингу. На нашей трассе можно заниматься практически на всех видах карт, которые присутствуют в чемпионате России. От карта «Микро» до карта «Ротокс Макс» и «ДД-2». Филиалы Академии СМП Рейсинг присутствуют и в других городах России – в Сочи и Грозном. Возможно, что скоро к ним примкнет и Санкт-Петербург. В России в ближайшее время ужесточат наказания для виновников пьяных ДТП, в которых были погибшие или пострадавшие. Соответствующий законопроект уже принят Государственной Думой в окончательном третьем чтении. Нововведение также нашло поддержку Верховном Суде и правительстве. Сейчас, в случае причинения тяжкого вреда здоровью, наказание предусматривает лишение свободы до 4 лет. Принятый закон увеличивает верхний лимит до 7 лет, а за гибель человека нерадивого водителя посадят на срок от 5 до 12 лет. Кроме того, закон резко ужесточает ответственность за сокрытие с места ДТП. Отныне водитель, причинивший вред здоровью или убивший других людей, лишением прав не отделается, а рискует получить тюремный срок до 9 лет. Компания Renault устроила во Франции специальную презентацию сразу четырех автомобилей из легкой коммерческой линейки. И лишь один из них – это концепт-кар. Kangoo ZE предвещает не только будущий серийный электрический фургон, который выйдет на рынок в следующем году, но и вообще замену всего семейства каблучков. Никаких технических характеристик Renault не раскрывает, а внимание обращает на дизайн. Напомним, у Kangoo уже есть версия на батарейках, и следующая генерация явно должна увеличить запас хода с нынешних 270 километров. Среднеразмерный вен Renault Trafic обновил интерьер и получил новый двухлитровый дизель мощностью от 120 до 170 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатым роботом и отвечает нормам Евро-6Д Темп. По примеру Trafic модернизировали и самый крупный в линейке фургон Renault Master. Изменена внешность, переделан интерьер, список оснащения добавили несколько новых электронных помощников. Например, фургон научился компенсировать сильный боковой ветер. Заявлено, что система включается на скорости от 70 километров в час и поперечное смещение уменьшает наполовину. А новый турбодизель 2.3 достался не только мастеру, но и обновленному пикапу Renault Alaska. Только если у фургона мотор выдает 180 лошадиных сил и 400 ньютон-метров, то для пикапа предложены две модификации – на 160 и на 425 ньютонов, или 190 или 450 ньютон-метров. Alaska – это клон Ниссана Навары и Мерседеса Х-класс. В Европе пикап без особого успеха продается уже два года, а подстегнуть интерес покупателей должна не только подправленная внешность, но и новая мультимедийная система и увеличенная на сотни килограммов грузоподъемность. Переделанная задняя подвеска позволяет возить 11 центнеров.